Всем привет дорогие друзья, с вами канал DTOL и мы продолжаем проходить супер игру CSR Racing 2. Всем привет дорогие друзья, да действительно, мы в процессе прохождения, вот наша машинка. И что же мы сегодня будем делать? Ну для начала я хотел бы всем показать какие здесь есть улучшения, потому что все-таки подошел момент, когда нам надо что-нибудь проапгрейдить. Да, это было бы неплохо, иначе нас все будут делать на самом старте. Уже на два корпуса могут обгонять, да по-разному. Так, и смотрим, что у нас здесь есть. У нас есть двигатель, турбокомпрессор, воздухозаборник, закись, трансмиссия, шины, кузов. Это все можно тюнинговать, и у каждого элемента есть 5 уровней тюнинга. Да, я думаю, давай что-нибудь протюним. Да, я бы начал с турбокомпрессора, потому что он улучшает мощность, а мощность нам очень нужна. Как и при старте, так и при наборе скорости. Я думаю, первый вот этот уловочок. Да, мы поднимем. Денежка у нас вроде немножко есть, правда немного, но все равно мы будем как можно больше зарабатывать, соревноваться и выигрывать. О, и кстати говоря, не с того я начал немножечко. Нам нужно было сначала тюнингнуть двигатель. Смотри, прирост к мощности плюс 12, это очень хорошо. Да, давай-ка тюнингнуть и двигатель тоже. Да, тюнингнули двигатель, у нас осталось 1300. Я думаю, что еще, кстати говоря, тюнингнуть можно или корпус облегчить массу автомобиля, или добавить, а, воздухозаборник мы добавить не можем, или возьмем шины. Я думаю, возьмем шины для лучшего осуществления. Подожди, подожди, а вот трансмиссию, может быть, мы тогда улучшим наше переключение. Трансмиссию, к сожалению, денежек нам не хватит. А, у нас не хватает бабосиков. Да, вот у нас тысяча есть. Да давай шины. Да, взяли шины. Отлично. Я думаю, приступим к гонкам. Да, давай, 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 перенесемся уже в процесс. Да, и, кстати говоря, ребята, мы в прошлом видео создали нашу команду. Нашу тусовку, и наш гараж вырос. Да, он пополнился, очень много участников к нам присоединилось, спасибо вам. Пишите в комментариях, пожалуйста, если это вы, мы будем вам ставить лайки и благодарить вас. Да, смотрите, наш гараж уже, цена нашего гаража 508 тысяч, ни хера себе. Блин, круто. Да, это просто круто, просто нереально круто. Спасибо вам большое, что вы присоединились. Ну что ж, давай карьеру продолжим. Да, продолжим карьеру, что нам там нужно делать? Проходить, проходить, зарабатывать бабосики, тюнить нашу тачку, участвовать в гонках. Ну что, идет загрузочка. Загрузочка, мы готовы, мы как никогда готовы. Фух, машина проделингована. Ой, смотри, идет дождь, идет дождь, какая приятная графика, такой асфальт блестящий. У нас против нас какая-то лиса, и она на доджике, да, как я понимаю? Да, это доджик. Так, идеально-идеально, давай-давай-давай, нужно выбить, отлично. Так, переключение, хорошо, идеально. Переключение и нитро, нитро на второй передаче, чтобы для максимального разгона. Ух, еще, ускорение. Ну смотри, мы хорошо отрываемся. Да, смотри, я думаю, корпуса на два точно мы выигрываем. Ух, даже уже на три, наверное. Блин, она осталась где-то далеко позади нас, и мы победили. Да, отлично. Не, ну отрыв большой, отрыв почти, блин. И отрыв просто очень крутой. Повторяю, получено некоторое число командных ОУ, очков, наверное, каких-то. Заработай еще больше ОУ, чтобы твоя команда поднялась в рейтинге. Слушай, ну супер, то есть у нас прибавляется с каждой гонкой командный бонус, и мы повышаем уровень нашей команды. Итак, наш руководитель Джерри, если сможешь установить улучшенную деталь третьего уровня, Джесс покажет тебе, как устанавливать детали фьюжн. Чем больше деталей фьюжн установлено, тем быстрее твоя тачка. Интересно, получается, есть еще какие-то особенные детали, да? Да, но смотри, в чем фишка. Эти детали фьюжн, когда ты третий уровень открываешь, их можно корректировать. Можно корректировать сцепление шин, можно корректировать работу турбокомпрессора, можно корректировать работу нитро. Тут прям все четко сделано. Да, прям индивидуальные настройки делать, правильно я понимаю? Да, индивидуальные настройки именно для твоей машины. Кстати говоря, мы не зашли в тюнинг и не посмотрели. Что можно в тюнинге-то делать? В тюнинге, ну, конечно же, покрасочка. Может, что-то еще? А, нет, вот как раз тюнинг, тюнинг, как раз про что я тебе и говорил. Ага. Чтобы вот прокачать балансировку закиси, нужно улучшить систему автомобиля до второго уровня. Ну вот, как раз сейчас посмотрим. Закись, кстати говоря, могли бы... А, нет, пока не улучшим. Ну что ж, давай проходите, и уже как заработаем бабосиков, то улучшим. Правильно? Да, да, именно так. Смотри, у нас какая-то, мне кажется, плюшка прилетела слева. Что ты можешь получить? О, можем получить. Карьерная гонка, тысячи бабосиков. Вот, кстати говоря, сейчас мы не сможем улучшить закись. Ну, я думаю, сейчас одну гоночку, и уже приступим к тюнингу. Так, ну что... Давай карьеру продолжаем. Да, давай карьеру. Дальше поехали, легко. Ну, я думаю, с этим мы справимся. Да, я думаю, в легкую мы справимся. Здесь удобно, кстати говоря. Сразу прописывается уровень гонки в зависимости от характеристик твоего автомобиля. Поэтому, приступая к ней, ты уже можешь, скажем так, немножко подрасслабиться. Так, у нас Крис, и он на мини-купере S. Ну что ж, Крис, готовься. Так, сейчас мы тебя сделаем по полной идеальной стат. Отлично. Используем нитро на второй передаче. Идеальный опять. Отлично. Отрываемся, отрываемся от него. Слушай, ну, Крис на самом деле старается, старается, бесспорно. Ну, Крис полегче, конечно, будет немножко, чем Тойота GT86. Победа, победа, дорогие друзья. И, ах, неплохо, приз гонки, идеальное переключение. Короче, плюшки всякие еще разкрутили. Вот, и заработали опять очки. И заработали 1115 долларов. И у нас уже 3546. Сейчас как раз перенесемся в апгрейд. Характеристики любых автомобилей можно сравнивать по очкам потенциала и рейтингу EVO. Устанавливай детали Fusion, тюнингуй тачку по высшему разряду, уменьшай время на трассе. Отлично. Итак, посмотрим. Сейчас, кстати говоря, мы можем... Ну, отзыв мы оставим потом. Мы можем улучшить нашу закись. Да, улучшим закись и перенесемся в тюнинг. Да, вот как раз она у нас открылась. Давай апгрейдим. 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 После установки этого улучшения становится доступен тюнинг системы закиси. И можно повысить класс любительского до профессионального. Встретимся в мастерской. Ну что, показываете? Да, давайте нам показывать. Тюнинг позволяет заработать очки EVO и до предела улучшить технические характеристики автомобиля. Коснитесь кружка и потяните его. Вот, смотрите, теперь мы можем делать градацию, сколько секунд у нас будет действовать нитро. Или какую мощность он нам даст. Смотрите, мы уменьшаем его вот до этого предела. То есть он будет у нас длиться 2 секунды. Но будет мощнее. И прибавить нам 63, я так понимаю, лошадиных силы. Ну, я не думаю, что 63 лошадиных силы. Может, мощности просто? Ну, типа очков мощности, значит. Так, диностенд у нас бесплатный. И что мы видим? Смотрите. До и после характеристики. То есть мы выходим с 0 до 60 на равных. Но далее до 100 миль в час у нас происходит улучшение. И улучшение скорости, и улучшение времени. И прям все у нас становится выше. Короче, пробалансировали немножко. А, и видишь, у нас сверху вот эти вот очки EVO. Плюс 21 у нас сверху. Да, нам добавилось. То есть мы удачно, как я понимаю, улучшили эту характеристику. Да, супер. Так, возвращаемся назад. О, и у нас следующий этап. Рейтинг третий. Хорошо. Поздравляем. Получили еще 5 золотых монет, которые мы на что-то вскоре потратим. Так, денег у нас совсем практически не осталось. И у нас открылась внешность автомобиля. Ху-ху-ху. Это тоже полезно. Мастерская и так наш руководитель. Это место, где можно изменить внешний вид автомобиля, чтобы его точно заметили. Да, нужно улучшить. Если можешь мне починить этот Stingray, я позволю тебе изменить внешний вид своего автомобиля. Бесплатно. Начнем с покраски. Да, приступим. О, вот это Viper. Да. Или Corvette. А, это Corvette. Блин, круто, вообще круто. Блин, прорисовка меня очень радует. Да, отличная прорисовка. Прям нажимаешь, что там с покраской. Флуоресцентный у нас цвет. И... Хо-хо-хо. Вот этот дикий такой, фиолетовый. Да. Так, корзина поможет следить за процессом. Теперь добавим раскраску. Мгм, можно добавлять еще раскраску индивидуальную. Так. Ну, у нас здесь есть выбор. О, ты видишь, как мы сделали? Интересно. Здесь можно позонно красить автомобиль. Вот это да. Отлично. Думаю, теперь ты можешь начать работать и над собственной машиной. Помни, первый раз за мой счет. Отлично. Да мы еще и на шару здесь все это делаем. Да, ты смотри как. Свои суппорты и салон даже можно. Кстати говоря... О, номерной знак. Давай пропишем детал. Конечно. Номерной знак. Конечно же, ребята. Номерной знак нашей команды детал. Отлично. Бесплатно. Конечно, бесплатно. Мы получили, изменили. Купите и покраску. Может, покрасочку тоже изменим? Да, покрасочку изменим. Я вообще предпочитаю матовый цвет, если он здесь есть. Атлас. Есть атлас? А, есть, кстати говоря, атлас. Он красиво смотрится. Это матовый хром. Так называемый. Так, а белого нету, что ли? Да, белого нету. Ой, я случайно вышел из покраски. Я извиняюсь. Я выбрал бы беленький. Слушай, давай посмотрим беленький-беленький. Атласа, наверное, не будет беленького. Давай посмотрим... А, вот, смотри, что у нас здесь есть. А, этот уже платный, что ли? Да, не все так просто, как казалось. Да, вот этот, кстати, прикольный был бы. Черный. Да, неплохой цвет, очень хороший. А, слушай. А что у нас написано установленный? Ну, я не знаю, уже что-то установилось. А, нам надо будет его купить. Нам надо будет его купить. И... Так, что ж мы можем здесь... Что мы можем здесь посмотреть? Это у нас металлик. Слушай, а что он говорил, что у нас все бесплатно? Ну, как-то бесплатно, но не бесплатно. Бесплатный сыр в мышеловке. Слушай, или мы применили просто покупки сразу все, которые могли сделать? Ну, возможно. Возможно, оно автоматически применяется как-то... А, или нет, подожди. Что-то мы куда-то вышли. Так, сейчас посмотрим салон. Ух ты! Можно и салончик протягивать. Ну да, то есть... Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, мы позаморачиваемся, разберемся со всеми этими настройками, а уже в следующем видео мы вам покажем, как мы проапгрейдили, и что изменилось в нашей машине. Да, ребят, очень интересные детали, много всего можно менять, тюнинговать. Это просто суперская игра, и будем записывать ее дальше. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нашу группу ВКонтакте. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok